Добрый день, уважаемые зрители! С вами рубрика «Предмет. Крупный план». Меня зовут Мария Филипцева. Я являюсь хранителем экспозиции Александровского дворца. Среди предметов на нашей экспозиции некоторые предметы могут затеряться. Когда вы посещаете наш музей, вы вряд ли пройдете мимо великолепных книжных шкафов или роскошного гобелена с изображением Марии Антуанетты. Но на некоторые предметы можете просто не обратить внимания. Поэтому сегодня для нашей рубрики я выбрала вот такую маленькую вазочку, которая сегодня, как и сто с лишним лет назад, украшает кленовую гостиную на половине Александры Федоровны. Эта вазочка была создана в начале XX века в мастерской Эмиля Галле. В тот период в моду как раз вошел стиль модерн. И Александра Федоровна под влиянием этой моды и, возможно, по рекомендации, совету своего любимого старшего брата Эмста Людвига Герцога Гессенского, решила в Александровском дворце оформить одну из гостиных именно в стиле модерн. И этой гостиной стала кленовая. Она как раз создавалась в начале XX века, то есть позже других интерьеров, которые были созданы в Александровском дворце специально для императорской четы. Оформлением кленовой гостиной занимался архитектор Роман Мельцер. И этот интерьер был создан в 1902-1904 годах на месте концертного зала, спроектированного еще от Жака Макваренге в конце XVIII века. Но поскольку этот концертный зал долгое время не использовался по своему назначению, то во дворце была проведена перепланировка. И вот возникла кленовая гостиная, великолепный шедевр русского модерна. Стены были выкрашены в тепло-розовый цвет. Их украшением стали лепные розы, стебли которых поднимались к потолку и наверху распускались листвой и цветами. Гостиная также была украшена хорами антресолью, которые соединялись с такой же антресолью на половине Николая II в парадном кабинете. И украшениями этой антресоли в кленовой стало великолепное зеркало, созданное в стиле Тиффани в раме, которое представляло собой абстрактный рисунок роз. И он был создан с помощью разноцветного стекла, спаянного между собой. Становится понятным, почему кленовую гостиную украшали именно предметы в новом стиле, в стиле модерн. Вообще, в конце 19-го, начале 20-го веков этот стиль отразился в том числе и на производстве художественного стекла. И инноватором именно в этой области, именно в области декоративного стекла, стал Эмиль Галле. Эмиль Галле – французский художник, специалист по декоративному стеклу, также проектировщик мебели. Родился в 1846 году во Франции в семье Шарля Галле, который был довольно-таки успешным предпринимателем и имел собственное предприятие по производству стеклянных и керамических изделий. Его сын Эмиль с детства увлекался не только стеклоделием, что, в общем-то, было понятно в такой семье, но также рисованием, ботаникой и минералогией. В 1878 году он взял на себя управление семейным делом. И, в общем-то, как раз в этот период начинается его активное творчество. Он подумал, что стекло должно быть не только утилитарным. С помощью стекла он решил передать красоту природы, сохранить ее на долгое время, красоту цветов, красоту трав, фруктов, насекомых. И именно его такому творческому подходу появляется совершенно новое декоративное стекло. Пластичность исходного материала, в общем-то, давала широкие возможности для экспериментов. Как раз в ходе таких художественных экспериментов он и создал свой новый стиль. Галье решил использовать стекло и воссоздавать в нем какие-то элементы природы, но использовать для этого те приемы, которые раньше создавали дефекты стекла. То есть, например, он вводил в стекло фольгу, умышленно создавал там воздушные пузырики, искусственные трещины, использовал японский метод создания многослойного стекла, практиковал рельефный выпуклый рисунок и тем самым стремился добавить новые художественные оттенки. Также его почерком стал знаменитой техникой лунного света. Это подкраска стекла оксидом кобальта, который придает стеклу приятный сапфировый оттенок. Галье научился не только виртуозно подкрашивать материал, но также начал его подсвечивать, и это стало еще одной его визитной карточкой. Дело в том, что в то время как раз повсеместно начинает применяться электрическое освещение, и Галье решает создавать светильники и лампы со своими фирменными рисунками. Он стремился к необычности, живости создаваемого им стекла. Из окрашенных фрагментов собиралась мозаика, которая затем под воздействием высоких температур плавилась, и цветные кусочки, перетекая друг к другу, создавали совершенно ошеломляющие своей красотой и необычностью предметы. Галье дебютировал на Всемирной выставке в 1878 году и сразу начал приобретать авторитет. К 80-м годам семейное дело настолько разрослось, что ему пришлось построить огромные мастерские по изготовлению керамических и стеклянных изделий, на которых уже к началу 90-х годов XIX века трудилось около 300 художников и мастеров. Галье запрещал своим сотрудникам воспроизводить объект, например, цветок, не имея перед глазами модели. Практически ежегодно творения Галье принимали участие в различных выставках, в том числе и в международных, зарубежных, где завоевывали главные призы. В 1896 году император Николай II и императрица Александра Федоровна посетили Францию с официальным визитом. Им было подарено огромное количество подарков, среди которых были в том числе и вазы, созданные Эмилем Галле. Впоследствии они украсили одну из гостиных Александры Федоровны в Зимнем дворце. Но ей настолько по вкусу пришлись творения мастера, что в будущем она украсила его работами и кленовую гостиную в Александровском дворце и другие интерьеры. Сейчас на экспозиции Александровского дворца находится около 40 предметов, созданных в мастерской Эмиле Галле. И мы предлагаем вам во время посещения нашей экспозиции обратить на них особое внимание и попытаться выделить их среди прочих предметов, которые представлены в экспозиции в большом количестве. Попробуйте посчитать, сколько именно единиц представлено у нас на экспозиции именно тех предметов, которые были созданы в мастерской Эмиле Галле в конце XIX – начале XX века. Поэтому очень ждем вас на экспозиции Александровского дворца. Спасибо большое за внимание. До новых встреч!